Всем привет! Ну что ж, вот у меня назрела необходимость приобретения термогигрометра в связи с тем, что мой прежний гигрометр убыл в небытии. Хороший был тест-то. Да ладно. Так вот, сейчас я расскажу, на что пал мой выбор и сделаю коротенький обзор этого прибора, что я приобрел. Скажу сразу, что да, этот прибор китайского производства, однако внесен в госреестр средств измерений и приятный бонус 24 месяца гарантийного срока. Но, однако, давайте ближе к теме. Террометр SAM DT625 надежный, простой и относительно компактный прибор. Давайте распакуем его и посмотрим, что у него внутри. А внутри мы видим вот такую сумку. То есть прибор уже продается с каким-то подобием кейса, с ручкой. Давайте посмотрим, что же там внутри. Так, внутри мы видим сам прибор. Батарейка в комплекте идет. Руководство по эксплуатации. И гарантийный талон, где прописано, что срок гарантии 24 месяца. Очень приятный бонус. Так, это обратно. Теперь перейдем к самому прибору. Так, так, так. Так, кейс пока в сторону. Вот сам прибор. Ну, навес он довольно-таки существенный. Давайте-ка мы его взвешиваем. Мне просто интересно, а сколько он весит. Возьмем для этого весы. Положим прибор. Ого! 409 граммов. Ну-ка, еще батарейку, если туда 445. Вместе с батарейкой будет весить прибор. Ну, немало. О чем речь и идет, что взяв его в руки, я чувствую такой приятный вес. Так, батарейку я вставил. Давайте посмотрим теперь, как он изготовлен. Вот по качеству изготовления у меня к нему, у меня к прибору имеются вопросы. То есть, качество это такое. Как вы видите, ну, ну вот такое. Вот такое, например. Здесь вот так. Здесь вот так. Здесь вот так. Ну... Вы знаете, по крайней мере, мне кажется, он стоит своих денег полностью. Ценник у него 5400 рублей. Ну, смешно. За прибор с таким набором функций. Итак, для чего же применяется сей прибор? Применяется гигрометр SAM DT625 для измерения влажности и температуры воздуха. Данный прибор бесконтактного типа характеризуется высокой точностью. Уровень погрешности у оборудования, ну, относительно незначительный, плюс-минус 3%. Устройство позволяет замерять температуру от минус 30 до плюс 100 градусов. Уровень влажности от 0 до 100 градусов. Он определяет точку росы, регистрацию минимальных и максимальных значений и температуру влажного термометра. Давайте включим и посмотрим, что он может. Вот. Моментально прибор нам дает показания. Температуру воздуха, окружающей среды и влажность помещения. Пара слов о понятиях, думаю, некоторым зрителям не очень знакомых. Итак, точка росы, как видите, имеет показания у нас в данный момент 5,5 градуса. Что она обозначает? Если очень доступна, то точка росы – это то место, где холодный воздух встречается с теплым. И то место, где при их взаимодействии образуется жидкость в виде именно того конденсата, который выпадает иногда у вас на окнах. Уважаемый зритель. Ну а температура влажного термометра в данной ситуации у нас показывает 13,3 градуса. Это минимально возможная температура, до которой может быть охлаждена вода за счет испарения при постоянном давлении. При этом воздух становится насыщенным, то есть абсолютная влажность повышается. Вы можете меня спросить, а какая разница между температурой мокрого термометра и точкой росы? Я отвечу так. Температура мокрого термометра не совпадает с температурой точкой росы. И вы это можете видеть. То есть в наших условиях 5,8 соответственно и 13,4. Точка росы – это температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться из-за охлаждения воздуха. Без добавления или удаления влаги. То есть абсолютная влажность остается постоянной. Точка росы ниже температуры мокрого термометра, как вы можете видеть. Которая в свою очередь ниже температуры сухого термометра, если относительная влажность менее 100%. Думаю, понятно. Но проще, извините, не объяснить. Кстати, гигрометр имеет свою подсветку. Вот так она включается, выключается. Гигрометр построен на микропроцессорном управлении. При создании этого прибора использовались высококачественные компоненты, что должно положительно отразиться на его характеристиках. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Для обеспечения автономной работы, как вы видели, имеется батарейка Кронос, напряжением 9 вольт. Для меня это гораздо лучше, чем наличие аккумулятора. Значит, батарейку мы вставили. Давайте посмотрим, как прибор все-таки функционирует. Помимо определения точек росы и показаний влажного термометра. В гигрометр установлен двойной дисплей, который отображает температуру и уровень влажности. Устройство имеет функцию автоматического отключения, то есть при длительном бездействии он выключается самостоятельно. Давайте коротенько пробежимся по основным клавишам. Что мы видим на приборе? Кнопка включения-выключения. Кнопка MaxMin – это определение максимальной и минимальной температуры. Кнопка с нанесенным индексом SC – это отображение температуры в градусах Цельсия. Кнопка VBT – это определение температуры влажного термометра. Кнопка DP – это определение точки росы. Кнопка HOLD – это удержание значения температуры на дисплее. Кнопка с значком, изображающей лампочку – это подсветка. Включение-выключение. Кнопка MaxMin – это определение максимальной и минимальной влажности. И кнопка HOLD – это удержание значения влажности на дисплее. Вот в принципе и все основные моменты, что я хотел рассказать об этом приборе. А как он работает в реальности, я сейчас покажу. 21 клапан Airbox Comfort у нас фактически не работает. Показатели влажности – 49, почти 50%. Точка росы при такой влажности и температуре окружающего воздуха – 5,5 градуса по Цельсию. Отправляем на улицу датчик, прикрываем окно и смотрим на результат. Температура, как мы видим, падает. Температура падает. Так, у меня нет больше времени ждать. Я бы, конечно, подождал. Но, к сожалению, хозяевам нужно идти. В общем, у нас минус 16. Я думаю, что еще минут через 10 бы он опустился до минус 20. Но меня поражает, но меня удивляет уровень влажности. Я думаю, что воздух, который горячий, идет из окна, все-таки попадает на датчик и слегка его греет. И в нем появляется конденсат. Но это мое мнение. Поэтому, извините, до конца мы не догнали. Попробуем сейчас его достать. Обратите внимание, насколько быстро стала подниматься влага. Уровень влажности. Я думаю, что действительно просто датчик покрылся конденсатом от того, что он близко от окна. Ну, так что градусов 19-20-то мы должны были поймать. Ну, через полчаса, наверное. Я думаю, на этом все. Температурный режим был где-то рядом. То есть, очень как бы, очень близко к настоящему. Так и есть. Обратите внимание. Конденсат. Видите? Сплошной конденсат. Поэтому и уровень такой стал. Сам датчик, который находится внутри, видимо, полностью у нас покрылся влагой. Поэтому показатели, скорее всего, будут недостоверные. Но по температуре... Смотрите, уже почти 100% влажности. Но по температуре мы были где-то рядом. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Здесь говорят о правильном ремонте. Удачи вам и огромного здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok